Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Встретились, поговорили». Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Толтарёв. И сегодня у меня в гостях режиссёр-документалист из Голландии Мария Новикова. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы приехали для участия в фестивале Art Dog Fest. Да. И фильм «Дайм-хок». Дайм-хок. 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 Про чеченский коллектив танцевальный, про его участника. Да. Вообще тема Чечни, вот я когда готовился к интервью, обратил внимание, для вас она не чужая. Случайно, да, так получилось, что уже 19 лет я снимаю часто в Чечне. Почему этот регион России вас интересует? Ну, на самом деле получилось случайно. То есть я в 2000 году приехала случайно, просто в Голландии была такая серия про поезда в разные страны. И нам продюсер сказал, давайте вы поедете в Грозный. Ну, я сказала, что как бы это невозможно, там железные дороги уже все разгромлены. Поэтому мы доехали там буквально до границы, а потом добирались там на вертолетах, на танке верхом. И как-то после этого вот у меня захотелось приехать еще, потом я снимала там несколько фильмов. У вас же был фильм «Три товарища». «Три товарища». «Три товарища». В 2006 году, да? В 2006 году был, да. Из них остался «В живых один». Один, ну, в смысле, уже был «В живых один», когда я начала снимать этот фильм. Тоже он приехал в Голландию после того, как он смог выйти из тюрьмы. Он сидел в тюрьме в 1999 году. И когда он вышел, он сразу эмигрировал. Это фильм об операторе и его друзьях, да? Да, это был оператор, который к тому времени уже погиб. Рамзан. Рамзан, тоже Рамзан, да. А Ислам, его друг, он эмигрировал в Голландию. Сейчас он врач, в больнице работает, мы дружим. Вот при Чечне говорят о том, что, несмотря на то, что она находится в составе России, это совсем другая планета. Вот вы согласны с тем? Абсолютно, да. Другая страна. А это другая страна, но с другой стороны, ну, это мусульманское государство, да, там множество всяких правил жизненных и так далее, другой народ, другой язык. Хотя говорят, конечно, люди в основном моего возраста, тем более, говорят все по-русски, конечно, как в постсоветских республиках и странах, но молодежь меньше говорит по-русски. Но совершенно другая страна, с другой стороны, я бы сказала так, что это та страна, чем может стать Россия очень быстро, если ничего не изменится. У меня такое все время ощущение в Чечне, что там как бы такой пруф, так пробуют. Вот если там получится, сойдет, как бы проканает, так говоря, таким языком, то и в России начнется то же самое. То есть Рамзан Кадыров – это будущее Владимира Путина, возможно? – Ну, знаете, даже есть всякие такие разговоры о том, что вообще он мог бы стать следующим президентом, но это немножко такая страшная фантазия, конечно, но я надеюсь, этого не случится все-таки, но как бы у меня такое ощущение, что там пробуют, например, там арестовали люди, люди пропали, людей там расстреляли, и как бы все прошло, митингов нет, никто не протестует. Ну, давайте тогда и в России так попробуем. То есть там сопротивление совершенно сломлено, оно просто невозможно. – А работать документалистом в Чечне насколько сложно? – Абсолютно. Можно снимать кино, я не знаю, про танцы, про пение, про какие-то, может быть, культурные традиции, наверное, или про то, как хорошо жить в Чечне. Такие фильмы, наверное, можно снимать, то есть не запрещено. Все-таки официально это считается территорией России, но какие-то фильмы о том, о чем я сейчас говорю, конечно, вообще невозможно снимать. – Вот в вашем фильме ведь речь идет о том, что вот танцор, участник этого коллектива, он заключает компромисс со своей совестью, потому что он, с одной стороны, у Рамзана Кадырова, его подчинение прямому, с другой стороны, он, в общем, как написано в аннотации, сотрудничает с властями и жертвует самым дорогим для себя. – Понимаете, он не то, чтобы как бы сотрудничать с властями. Дело в том, что вот в России сейчас очень модно тоже такое понятие – я не интересуюсь политикой, меня не волнует политика, я вне политики. Это как раз пример того, как люди, которые якобы не хотят сотрудничать с политикой, как бы становятся жертвой политики, потому что иногда люди говорят, я там искусством чистым занимаюсь, да, но это не получается такого, или там у меня чисто бизнес, мне потом все равно их накрывают там, да, сначала крупный бизнес, потом средний бизнес, потом мелкий бизнес. Люди, искусство, ну вот, пожалуйста, вот все это вот шоумены, которые есть в России, они также ездят в Чечню, они там дружат с Кадыровым, они там выступают на каких-то его днях рождениях и прочих праздниках, то есть в принципе абсолютно продаются, потому что им платят огромные деньги, и не только русские, это могут быть там канадские фигуристы, например, мы снимали, когда было какое-то там празднование, мы знаем просто, что этим людям платят огромные деньги, они туда едут, ну, думают, ну, казалось, почему нет, я же там как бы на коньках прокачусь, но при этом все это перед трибуной, на которой сидит правительство и так далее, то есть как бы очень многие люди не понимают и не чувствуют эту грань, когда ты прогибаешься, да, это очень сложно, я думаю, что это очень сложно, особенно когда мы существуем в этом пространстве, и это день за днем оно потихонечку как бы затягивает, и нам кажется, что мы там танцуем или поем, а мы танцуем перед кем-то или мы поем о чем-то, и постепенно... А вот Рамзан Ахмадов, о котором вы снимали, как он менялся? Он на самом деле, он не меняется, он просто, на самом деле, Рамзан Ахмадов очень трагическая фигура, потому что действительно безумно талантливый человек, безумно красивый человек, но он вот попадает в какую-то ситуацию, из которой он не знает выхода и в принципе из которой нет выхода. Он может уехать? Нет, он не может уехать. Из Чечни никто не может просто так уехать, потому что у каждого человека есть дети, внуки, родственники жены брата и так далее. Это сотни человек страдают, если один уезжает или что-то делает, потому что мы знаем случаи, когда люди просто выгоняют родственников из домов, сжигают эти дома, преследуют родственников, как бы берут заложники. У меня было такое первое рабочее название, как бы на голландском языке именно «заложники», потому что когда я увидела, что там произошло, у меня было ощущение, что это все они заложники. То есть уехать нельзя? Уехать нельзя, сопротивляться нельзя. Я не знаю, что можно покончить и жить самоубийством, это, наверное, такое честное... Но все равно родственники отстанутся, и все равно они пострадутся. Ну да, но там как бы уже непонятно, почему человек покончил, может быть, из-за несчастной любви. Нет, ну действительно, очень все это, очень страшно там жить. Но вы чувствуете, как документалист, ответственность за своих персонажей, когда вы снимаете об этом фильм, когда вы говорите об этом? Да, да, я знаю. Я чувствую дикий дискомфорт вот сейчас. У меня вообще было такое желание, чтобы этот фильм никогда никто не видел, куда-нибудь его захоронить и оставить на года. У меня было, честно говоря, чувство, когда мы начинали, это был 2015, по-моему, год, что, ну, к тому времени, когда все это отснимется, когда смонтируется, когда фильм выйдет, уже столько и пройдет там три года. И у нас даже была такая договоренность с кинофондом в Голландии, что мы будем как-то ждать, мы не сразу его покажем, мы не будем его там посылать или по телевидению показывать, потому что, ну, все же, не может же так долго вот все это продолжаться. Но сейчас это не только продолжается, это усугубляется вот такое вот ощущение как бы безнадежности, что все хуже и хуже. Как вы решились этот фильм все-таки выпустить? И выпустить в широкий прокат? То есть вы сказали о том, что хотели его захоронить, то есть я понимаю, что у вас была такая серьезная дилемма. Что перевесило? Ну, даже не знаю, что перевесило. Может, глупость моя перевесила. Я не знаю, потому что происходят какие-то события, которые мне казалось, что, ну, ничего такого страшного, в конце концов, нет, потому что мне никогда никто не запрещал говорить о том, что третья жена Кадырова. Таких слов не было. Мне запрещали, как бы, или советовали никогда не говорить, кто бомбил Грозный, да, с кем была война. Но вот этого мне никогда никто не говорил. И как-то мне казалось, что, ну, все в Чечне знают, ну, каждый прохожий, каждый дворник, каждый водитель такси знает, кто и что, и про семью. А как-то получается, что это тоже какая-то запретная тема. Для меня это странно, ну, потому что я знала всегда, я много раз снимала в Чечне, я знала, что многие свадьбы бывают именно с имамом, не обязательно в ЗАГС люди идут. Свои традиции, как бы, о многоженстве, по-моему, узнают все в Чечне. Ну, вот недавно, например, я прочитала опять статью в «Новой газете», которая меня напугала тоже, что опять какие-то идут преследования очень близких людей, не моей этой семьи, а именно каких-то других близких родственников или там приближенных. То есть там вообще непонятно, что происходит. Просто непонятно. Ну, вот в последнее время мы видим очень часто, что Рамзан Кадыров заставляет извиняться людей, которые, по его мнению, сделали что-то не так. Это и российские юмористы, и там, если я правильно помню, человек, который заплакал на свадьбе у своего сына и так далее, и все заставляют публично изменить. Да, или там спортсмены, которые покритиковали его бои без правил, где детей избивают, да. Вам не обращались, кстати, как документалисты? Извиняться? С угрозами или... Ну, я не знаю, честно говоря, за что извиняться, потому что я снимала... Единственное, за что я, наверное, могла бы извиняться, это за свой voice-over, потому что мой текст, который я говорю в фильме, потому что именно в этом тексте я что-то вообще говорю, потому что мои персонажи не говорят ничего такого, за что бы они могли извиняться, например. Они просто молчат в основном. Но ведь иногда можно молчать так, что все становится понятно. Можно даже ничего не говорить, но видно. Ну да. А что это значит? Нет, ну как бы да, я так на это и надеялась, что в моем фильме будет понятно их состояние, именно потому что они у меня молчат. Ну да, но потом все-таки мне пришлось сделать вот такой свой текст, которым я от себя говорю, что я думаю по этому поводу. То есть это не их слова. Они никогда не говорили, что они думают, по крайней мере, перед камерой. А я именно сказала то, что я думаю, что я думаю, что им нехорошо в этой во всей ситуации. Несмотря на то, что кончилась война, и то, что у них есть все как бы богатства, там машины, квартиры. Я вот говорила о своих чувствах. Мне кажется, что им очень неловко и неприятно как-то вся эта ситуация. Но это как бы мое мнение, поэтому я думаю, что я только за это несу ответственность. Но Рамзан Ахмадов не святывался после с вами? Со мной? Нет. Но он понимал, когда давал согласие на съемки о том, что это может стать для него проблемой в Чечне? Ну а какая для него проблема, в принципе? Ну все же знают, что там происходит. Ну в русских газетах ведь пишут о том, что там происходит прям фактически. Там столько-то убито, столько-то избито, столько-то пропало. Это для него проблема? Но то, что некий имидж, который, может быть, пытается создать Рамзан Кадыров, не соответствует тому, что есть на самом деле, для, скажем, западного обывателя или там за пределами Чечни, ведь далеко не все это знают. Это как Северная Корея в какой-то степени. Она живет своей закрытой жизнью, создает некий идеальный образ. Ну вы понимаете, ведь обычно диктатор сам не осознает, что он диктатор. То есть если он там в кадре вместе с этим Залдостановым, с хирургом обнимается, то ему кажется, что это круто. Он же вступил в члены вот этого общества «Ночные волки». Он там по ночам ездит. Ему кажется, что это круто. Другое дело, что, например, в Голландии, когда люди, когда в кино шел этот фильм, говорят, что это за там страшный урод такой, почему он вместе с президентом. Но мне немножко смешно, потому что мне кажется, что эти «Ночные волки», я с ними разговаривала там как-то, они на самом деле не страшные, они просто, ну, может быть, очень какие-то неумные, да, скажем, но страшного кроме одежды там и мотоциклов у них ничего нет. Они там, не знаю, какой они там принадлежности, но, по крайней мере, ничего такого угрожающего в них там. Какими-то они сумочками там ходят, по-моему, да, или что-то там с такими женскими. Нет, я считаю, что это просто чисто такой образ устрашающий. И, наверное, Кадырову это нравится, потому что это вот Чечня, если не оружие, то, по крайней мере, мотоцикл должен быть. Это как раз все немножко смешно. Но самое страшное, это то, что пока мы там снимали, и мы ничего не знали, например, а потом я приезжаю. Мы можем, кстати, принять тоже звонок. Телефон у прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам также, пишите в WhatsApp 230-6191. Кинодокументалист Мария Новикова у нас сегодня в гостях. Фестиваль «Арт-дог-фест», который начинается, открывается, уже вчера были первые показы. Вот, кстати, Мария представляет свой фильм. Звоните нам, задавайте свои вопросы, говорим мы сегодня о кино. Надевайте наушники, примем звонок. У нас радиослушатели много на линии, начнем принимать звонки. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый Константин. Да, Константин. Вопрос такой. Документалисты, понятно, снимали всегда обо всем. Ну, как известно, стакан наполовину полон или наполовину пуст. А что, больше не о чем снимать, как о местности Чечне, в которой 15 лет только назад война закончилась. Надо лезть, теребить, незажившую кровавую рану, посыпать туда песок, соль, чтобы вот она болела сильнее. Их тем нет. Вот у меня такой вопрос. Спасибо, да. Ну, подождите, 15 лет назад, я не знаю, где война кончилась. Может быть, официально война и кончилась, но то, что происходит в Чечне, это тоже война. То есть пропадают люди, убивают людей. Это же, что это? Почему об этом нельзя говорить документалистам? По-моему, только об этом и надо говорить документалистам. Потому что это все то, что приходит и в Россию, и в Россию сейчас арестовывают людей. О чем надо говорить тогда документалисту? Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Добрый день, Александр. Да, слушаю. А не хотел бы ваш гость снять фильм про Сирию и про Каталонию? Тоже было бы довольно интересно. Спасибо. Спасибо. Да, вы знаете, в Сирии я никогда не была, а в Каталонии я бываю очень часто. И в одном из моих фильмов, такой триптих, одна часть именно про Каталонию. И только что я приехала, кстати, оттуда из Барселоны. Там участвовали в протестах? Нет, я, конечно, не участвовала, но посмотрела. Была рядом, и это очень интересно и очень неоднозначно. Еще звонок примем перед перерывом. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Владимир. Я жил в Амстердаме, как бы. Я просто своими ощущениями поделюсь, какое прекрасное отношение к Владимиру Путину у голландцев. Это просто ужас. Но они реально его любят, это раз. Во-вторых, вот такими байкерами их не запугать, потому что каждый выходной такие байк-слеты. Каждый выходной они в России на показуху раз в год у них там, может, где-то не там были, не в Голландии. Спасибо. Ну, что я могу вам сказать. Я живу в Амстердаме 32 года. Вы, наверное, просто общались, может, с какими-то русскими. Я не знаю, говорили ли вы по-голландски. Но я среди голландцев не встречала людей, которые были бы поклонниками Путина, или которые там байкеров. Я тоже не видела. Нет, ну, есть там, как бы, свои ленджерс, да, там, в Европе. Но, по-моему, все-таки у каждого, кто где-то живет недолго, у него какое-то свое представление в зависимости от того, с кем он общается. Вот у меня совсем другое мнение о Голландии. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Мария Новикова у нас сегодня в гостях. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Эта программа «Встретились, поговорили». Меня зовут Вадим Родионов. И сегодня у меня в гостях голландский режиссер-документалист Мария Новикова. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, также пишите в WhatsApp 230-6191. 24 октября в рамках фестиваля «Арт-док-фест» состоится показ фильма «Дай Мохк». Это чеченское слово про танцевальный коллектив и про его лидера Рамзана Ахмадова, который, как сказано, в аннотации, чтобы спасти традиции своего народа, Рамзан сотрудничает с фольстами и жертвует самым дорогим для себя. То есть он танцует, но уехать он не может, и, соответственно, он вынужден подчиняться Рамзану Кадырову. Ну, не он танцует, а танцуют дети, потому что он уже пожилой человек. Руководитель. Вот этот вопрос Чечни, как мы уже говорили в первой части нашей программы, такой, ну, не знаю, особый регион в России, потому что ему и позволено больше, чем всем остальным. Вот на ваш взгляд, почему ему, то есть Чечне, позволено больше, чем всем остальным в России? — Мне повториться или что-то новое придумать? — Ну, то есть это плата за мир, как говорят, что Чечню заливают деньгами, Рамзану Кадырову разрешают все, что он хочет делать, именно потому что там не убивают, ну, в таком массовом порядке. — Ну, в массовом нет. Ну, насчет того, что вот заливают деньгами, это тоже для меня немножко странное такое понятие. Очень часто говорят, даже Навальный об этом говорил, что вот там кормят Кавказ. Я с этим как раз не согласна, потому что Чечня всегда была местом, откуда шел, там, газ, нефть и так далее, да. То есть даже во время войны, когда не было электричества, на улицах просто вот эти газовые трубы освещали улицы. И первое, что разбомбили в Чечне, это были нефтеперерабатывающие заводы, то есть нефть осталась, а заводов нет, было же именно для того, чтобы не могла Чечня отделиться. Но все это все равно идет в Россию сейчас. Там нет этих заводов больше, но это все чисто идет как бы в Россию. И поэтому России как бы за что-то платят. Кроме того, наверное, Россия платит за то, что она там разгромила всю страну, всю республику. Я считаю, что это нормально, что она должна платить. Другое дело, куда идут эти деньги, да, как бы на кого, на что. Потому что я не могу сказать, что такое прям благополучие там везде и всюду. Есть у людей проблемы с работой. Но при этом, конечно, вот та роскошь, в которой живет как бы правительство, там люди близкие к власти, не знаю. Но это, конечно, тоже как бы в традициях таких восточных, да уж. Такая Азия, да? Да, потому что, ну, я живу в Голландии, для меня это странно. У нас там мэр на велосипеде ездит, и люди живут там в каких-то более-менее нормальных, приемлемых условиях, удобных для работы, да. Но вот этой всей роскоши, конечно, нет. И поэтому это как-то все очень так по-азиатски, по-восточному, да. Но голландскому зрителю интересны эти темы? Интересны, да. Вообще голландцы очень любопытный народ. Они маленькая страна, поэтому, в принципе, интересуются тем, что происходит в мире. Вот. И для меня Чеченя в этом смысле не только вот именно, что это вот про этот уголок, там, Кавказа или Россия, а это пример вот такой вот маленькой страны, как сказочка такая, да, такая вот маленькая республика, в которой есть там человек, у которого власть в руках, есть его люди подчиненные. Вот что может произойти с нами, со всеми, если мы вот такое вот допускаем каждый день? То есть это фильм «Предостережение» в какой-то степени? Или это слишком громкий? Ну, для меня вообще Чечня – это предостережение того, что может случиться в России, потому что в России это идёт как-то более медленными темпами, и там то посадят, то отпустят, как-то так одних отпускают, все начинают говорить «О, потепление», и потом раз вдруг и других сажают, и всё говорят «Нет, это не было потеплением», то там, в Чечне, как бы нет потепления, там всё идёт как-то совершенно так чётко, совершенно жёстко очень, очень жёстко. Люди боятся своей тени, своего голоса, люди боятся, что их подслушивают у себя дома, они этого боятся, в своей машине они этого боятся. То есть, скажу так, я, например, приезжаю из Голландии в Чечню, я в шоке, потом я из Чечни, когда приезжаю в Москву, допустим, мне кажется, «Ва, можно спокойно вздохнуть, ты едешь в такси, ты можешь что-то сказать, что тебе там что-то не нравится», например. Там, например, в Чечне ты просто постоянно в таком напряжении, что ты, не дай бог, случайно что-то не так скажешь. Но у вас были проблемы в Чечне? Ну, приходилось сталкиваться с силовиками, с представителями правоохранительных органов, когда вот чувствовали, что в опасности? Нет. В этот раз нет. Нет, нет, в этот раз, конечно, нет. Это было раньше, конечно, да, раньше, когда я снимала, там, в 2006 году, то, конечно, это всё было в косыночке с женской сумочкой, в которой маленькая камера. Или там, в 2002 году, когда вот, собственно, я познакомилась с этими моими персонажами, это было очень всё страшно. Там были всякие теракты, были всякие облавы и зачистки, и тоже надо было там притворяться не тем, кем я была, то есть не оператором, а женщиной какой-то, родственницей, откуда-то там приехавшей. Но сейчас, конечно, мы были официально, мы жили в этой гостинице, где мы, конечно, сами тоже никогда ни о чём не говорили, потому что мы там... То есть такой тотальный самоконтроль, да? На протяжении всей командировки. Да, 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 потому что мы часто голландцы думаем, что наш язык такой редкий, что мы можем что-то поболтать. Но, как выяснилось, там даже люди в гостинице работают, которые там прекрасно понимают голландский язык, потому что они там жили, наверное, во время войны, там детьми увозили, потом они вернулись, там прекрасно говорят по-французски. То есть ты ни в ресторане, ни в комнате, ни в коридоре, нигде не сам тоже начинаешь себя контролировать и ничего лишнего не говорить. Вот Виталий Манский, когда снимал фильм «В лучах солнца» про Северную Корею, он потом вывозил эти материалы из Кореи, это тоже была такая серьёзная операция, и многие, ну, мы уже с вами частично эту тему затрагивали в первой части, как раз спрашивали, а что с девочкой и её семьёй. Вам не приходилось эти материалы как-то вывозить, учитывая... Нет-нет, там нечего было, собственно, вывозить. Там всё очень как бы... То, что мы снимали, это всё были танцы, мы снимали клип для них. Манский тоже снимал «Семью», там, посвящение в «Пионеры» и так далее. В итоге мы видели фильм про Северную Корею. Ну да, ну да. Ну, в принципе, всё, что мы снимали, это всё было совершенно как бы невинно. Ну, вот именно потому, что я говорю, что люди нам ничего не говорили, ни на что не намекали. Нам многозначительно молчали. Ну, да, просто, ну, как бы понятно, что они не были свободны. Я не знаю, на самом деле, понятен ли фильм сейчас для публики. Может быть, он и сейчас не очень понятен для публики. Потому что были такие случаи, например, в Амстердаме одна русская женщина, такая правозащитница сказала, что я сняла абсолютно прокадыровский фильм. Ну, можно это и так увидеть, понять, потому что, как бы, ну, люди живут хорошо, ездят в своих автомобилях у них, в своих домах, всё, как бы, отстроено, там. Можно и так, наверное, понять. Я не знаю. Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Роман, добрый день. Да, Роман, слушаем вас. Здравствуйте. Ну, конечно, очень смешно, весело эти ужастики смотреть, давно так не, вернее, слушать, давно так не смеялся. А вы были в Чечне, Роман? Нет, я не был в Чечне, но просто вот это нагнетание страхов. Телефоны слушают, в машине тебя слушают. Ну, Роман, я, например, был в Туркмении, у нас официально слушали. Это даже говорили по телефону. Да, слушают в этих регионах. Вы под контролем полным находитесь. Что вас удивляет? Конечно, и слушают, и в постели вас слушают, в машине слушают, и людей выгоняют, и похищают, и убивают. Но, в конце концов, мы всё-таки живём в каком-то открытом обществе, и мы это уже проходили, когда вот начиналась война в Украине. Нам тоже рассказывали о том, что там доблестных бурят из ГРУ десятками тысяч там поубивали, всех там посажали, всех там поэта. То есть вы не верите тому, что говорят наши гости, да? Абсолютно не верю, и потому что даже вот, когда вот спросили, а проблемы у вас были, да не, у меня не было, у меня всё хорошо. Так что это всё-таки сказки, и всё это нагнетание там. Станцор сопручил. Ну, хорошо, я вам советую поехать туда просто, что я могу сказать. Ну, а ведь часто такое бывает, что не принимают какую-то картину именно по причине своего отношения к какой-то теме. Ну, нет, ну, это всё очень просто. Вот у меня, например, родственники там из Голландии, ну, голландцы, скажем, да, приезжают в Москву и говорят, ну, вообще роскошный город, всё прекрасно, большой театр, там, да, рестораны открыты круглым, там, днём и ночью, на террасах люди сидят, у всех есть деньги. Ну, что я могу сказать? Ну, да, ну, да. Ну, Москва, не Россия, как говорят. Нет, ну, хорошо, но при этом, как бы, они не знают и не видят о том, что там происходит во время протестов, что людей там обвиняют 20-летнего мальчика Хрупкого в том, что он там побил ОМОНовца, там, или кого там, Росгвардию, да. То есть, ну, можно ничего не знать. Можно, я думаю, что в Северную Корею тоже можно приехать, пойти на парад и сказать, классно, как всё красиво, действительно, безумно красиво, там эти парады, как раньше на Красной площади были. Так тоже можно жить. И почти многие люди, я думаю, так и живут. Незнание, это как бы вообще приятно. Ещё раз звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Ещё раз, Константин Коротенько. Вадим, я открою вам страшную тайну насчёт слушают. По закону от 2007 года все операторы латвийских телекоммуникационных услуг записывают все ваши действия и обязаны их хранить в течение трёх лет. Да, я знаю про лакфайлы, Константин, но там дело в другом, в Туркмении тоже. К нам подключался товарищ майор. Мне об этом прямо и говорилось. Я вам гарантирую, что до сих пор к вашему мобильному телефону по кодовым словам в Латвии подключается товарищ майор. Я это знаю. Ну, не только в Латвии, это везде в мире, потому что как бы есть терроризм, существует. Это нормально. Поэтому не надо натягивать. А вы на самом деле натягиваете, Вадим, вот вы говорите, многозначительно молчат. А вы задайте вопросом, люди, которые пережили катастрофу и войну в течение 10 лет, может быть, они молчат, потому что устали, просто наслаждаются, что не свистят, пули не рвутся, снаряды живут в домах отстроенных, ездят на своих машинах. Ну, вы поняли, да, вас, Константин. Хорошо, нет, я ни на что не намекаю, многозначительно можно молчать по-разному. Вы можете это так интерпретировать, кто-то может интерпретировать по-другому. Наверное, в этом, кстати, ещё и есть один из смыслов документального кино. Нет, конечно. Вообще, я считаю, что нельзя ничего навязывать, никакого мнения. Просто люди должны сами смотреть, слушать и воспринимать, как хотят. Поэтому я сказала, что у меня правозащительница сказала, что я совершенно прокадыровский фильм сняла. Ну, слава богу. Я очень обрадовалась, что она так сказала, потому что тогда мне извиняться ни перед кем не надо. Но, конечно, люди дико устали. Это тоже. Поэтому 10 лет была война, и люди ужасно устали. И поэтому, когда войны не стало, они расслабились. Поэтому, наверное, так всё и произошло, то, что произошло сейчас. Потому что, когда мы расслабляемся, то обычно, когда мы начинаем отдыхать, обычно в отпуск уезжаем, то болезни всякие приходят. Да, тогда тонус организма. Ну, на ваш взгляд, всё-таки Рамзан Кадыров в этой ситуации, что нет войны такой, ну, с фронтом, с танками, с вертолётами и так далее. Это всё-таки некий выход для Чечни? Я не знаю, вообще, честно говоря, что лучше. Ну, что лучше? Это два зла, из которых нельзя выбрать одно, там, война или диктатура, да? У меня вся семья пострадала от диктатуры. У меня папа был на войне, но пришёл с двумя ранениями из Германии. А вся остальная семья была убита, уничтожена именно диктатурой Сталина. То есть расстреляна уже большая сера. Расстреляна, да. Поэтому, как бы, что лучше, я не знаю, пусть выбирает кто-то. Для меня это однозначно плохо, в моём понятии. Ну, на ваш взгляд, документальное кино на что-то может повлиять? Оно может что-то изменить? То есть, ну, для чего вы это делаете? Для чего вы это снимаете? Вы знаете, я думаю, что снимаем мы кино не для того, чтобы что-то изменить или что-то... Мы рассказываем... Иногда бывает просто, что хочешь рассказать то, что знаешь сам, и рассказать так, как вот ты это понимаешь. То есть такой субъективный момент? Я считаю, совершенно субъективный момент. Я абсолютно не претендую ни на какие объективные мнения. Вот мне вот так показалось. Я в своём тексте тоже говорю, вот мне показалось, что это так. Может быть, они все дико счастливы. Хорошо. Но мне показалось, что люди там все очень напряжены, им очень дискомфортно. Это моё личное мнение. Ну, кроме Чечни, какие темы вас ещё как документалисты интересуют? Ну, у меня до сих пор, как-то вот с 2000 года, очень волновала тема войны и в разных фильмах. Причём вот у меня был фильм про военного фотографа, у меня был фильм про людей, которые никакого участия не принимали в войне. Это как раз в Каталонии, в Литве и в Абхазии я снимала. Это люди, которые занимались сельским хозяйством и не хотели принимать участие в войне. То есть с разных позиций я рассматривала. У меня был фильм о Банне Политковской после того, как её убили. У меня был фильм о готовящейся, ну, не революции, ну, скажем, когда была оппозиция сильная в России, там, много ли, 10 лет назад. То есть меня интересует очень, как бы роль человека в истории, роль личности в истории. Но вот сейчас я снимаю вполне такой весёлый фильм, например, о том, как в годы перестройки дружили голландские и русские художники и какие были надежды. Это фильм очень весёлый. Но эти надежды не оправдались? Эти надежды совершенно не оправдались, но, тем не менее, в фильме есть немножко грусти, но, в принципе, он очень весёлый, потому что, как бы, это счастье, оно вполне возможно, вот это наше, как бы, у России вполне, вполне может быть европейским государством. И это видно из тех лет перестроечных, когда это почти случилось. Это было очень здорово и весело, что россияне и европейцы, это, в общем, совершенно нормальные люди, которые друг друга любили. Я сама вышла замуж за голландцев в те самые годы, когда это было всё легко и просто, и возможно. Вот. А вообще меня очень интересует вопрос диктатуры, именно моей, потому что в моей семье просто очень много людей погибло и пострадало именно в годы диктатуры Сталина. Ещё звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Вопрос в след реплики, Константин, ещё раз. Зачем России быть европейским государством? Да, спасибо. Ну, это такая дискуссия, которая была и в XIX веке. Можно быть азиатским государством, можно быть просто России с между... Особым путём. Да, совершенно особым путём, скрепами, там, как сейчас говорит кто-то. Ради Бога. Просто нам нравилось, вот я была молодая в то время, как бы, и нам нравилось, что Россия стала на какой-то период европейским государством, что мы все молодые ребята ездили в Европу, приезжали обратно, не было такого, что как бы остаться, там, на учёбу поступить, или там, выйти замуж. Нет, поехали, пожили. Как-то делали вместе театр, музыку, потом приезжали европейцы, и было очень весело, вот об этом речь идёт. А на ваш взгляд, что пошло так или пошло не так, это, опять же, вопрос трактовки, потому что, если не ошибаюсь, по данным социологических опросов, четверть населения России чувствует себя жертвой перестройки, далеко не все считают это позитивным явлением, как, собственно, развал Советского Союза. Вот почему, на ваш взгляд, общество российское выбрало ту модель, которая есть сейчас? Я не думаю даже, что общество что-то выбирало, просто общество тоже как-то слишком легко, и обществу досталось вот эту так называемую свободу, и они её очень так же легко и потеряли, потому что они, как бы в России почти не было борьбы за эту свободу, она как-то очень легко, это не мои слова, это, кстати говоря, так говорила Анна Политковская, потому что за свободу надо бороться, а когда она легко достается, то она легко как-то теряется. Свобода – это рабство, как у Орла? Нет. Ну, свобода – это настолько широкое понятие, об этом можно очень долго говорить, но мне нравилась перестройка, время перестройки. Естественно, что это было очень коротко, это было там, скажем, 3-4-5 лет, а потом это всё как-то пошло не туда, и поэтому очень быстро взяли в руки те люди, которые сделали со страной то, что сейчас произошло в стране. Но были ведь, как сказал Веллер, лихие 90-е, был Ельцин, был некий такой глоток свободы, кто-то называет это безумными годами, в хорошем смысле, кто-то считает, что это ужасные годы, потому что денег не было, и, в общем-то, многие просто сводили с концы с концами, и там бандитские разборки, ну, много всяких людей. Ну, сейчас то же самое, есть и бандитские разборки, есть некое ощущение стабильности, говорят, диктатура даёт некое ощущение стабильности, возможно, иллюзию, но она даёт. Да-да-да, диктатура даёт стабильность в том плане, что она как бы пришла и не уходит, и всё стабильно, стабильно страшно жить при диктатуре. Тоже люди приспосабливаются, вот я помню свою юность такую совсем, это брежневское время, мы тоже все, как бы немы, там я ребёнка была, люди приспособились к ней, и тогда удобно, потому что ты знаешь, что ты должен дружить там с директором обувного магазина, с рыбным отделом знакомств, и ты знаешь тогда, что всё достанешь, а если это разрушится, то тогда вообще ничего не будет, да? То есть как-то все люди как-то приспособились и жили, и очень многим стало, наверное, тяжело, когда всё это изменилось, и надо было по-другому. Вот, но я не знаю, насчёт экономики я вообще боюсь говорить, но в плане жизни людей, искусства, это было прекрасное время. Брежневское. Нет-нет-нет, перестройка, конечно, это было прекрасное время. Вдруг открылись границы. Огонёк, московские новости. Ну, вообще, какая-то свобода слова, гласность, это прекрасное было время, я считаю. Свобода слова сейчас не является той ценностью, которая на постсоветском пространстве, которая оказалась во время перестройки? Свободы слова сейчас, как бы, нет в России особо. Ну, есть ряд СМИ, которые пытаются что-то делать. Да, нет, безусловно, есть ряд СМИ, да. Частных, там, телеканал «Дождь», «Эхо Москвы», «Новое» и так далее. Да, да, да. Нет, ну, я говорю, по сравнению с Чечнёй, где этого ничего нет, в России просто разгул демократии. То есть, там есть какие-то, по крайней мере, газеты, которые как-то что-то там продолжают всё-таки, делают честные расследования, там работают прекрасные люди, или там, телеканал «Дождь» тоже что-то делают. Но, в общем, конечно, нет свободы. Какая может быть свобода, если парня за то, что он на одиночные пикеты выходил, никого не трогал, да, вот Константин Котов, ему дали там 4 года, какое тут можно говорить свободное слово, это просто позорище. Ну, тем не менее, много фильмов документальных и российские кинематографисты снимают. Снимают? Ну, «Ардокфест» правда в Риге выходит, как мы знаем. Да-да-да, ну, в России там. Снимают фильмы, те, кто снимает с деньгами, с помощью финансирования, там, Министерство культуры и так далее, это всё-таки такие фильмы, ну, как бы, не то, что ни о чём, это, конечно, я не имею право так говорить, но они как бы такие, ну, можно же о чём угодно снимать кино, да, можно снимать там, о здоровом образе жизни, о каких-то хороших людей в деревне, которые живут, или, там, как урожай, там, люди собирают, нет, ну, как бы, ну, всегда есть такие темы, которые как будто... То есть это не о проблемах? Ну, не о проблемах, да, никогда не о проблемах. Ещё звонок у нас. Здравствуйте. Как раз? Зовут Владимир. Смотрите, у меня такой вопрос. А что, если я сейчас выйду с одиночным пакетом за отсоединение Латгалии? Я про Латвию говорю. Вот что со мной реально... Ну, вы нарушите законы территориальной целостности, и уголовное дело заведут. В России, кстати, вы тоже не можете выйти за отсоединение. Всё верно. Так мы абсолютно ничем не отличаемся. Такая же самая демократия. Ну, если вы выйдете с одиночным пакетом в защиту Гапунинка, например, который сидел в тюрьме, вас в тюрьму не посадят. Подождите, там выходят пакеты против правительства, против власти. Ну, вы можете выйти с тем, что вы недовольны, например, латвийским правительством. То есть я напишу не там словечко, не там запятая, и со мной сделают примерно то же самое. И мы ничем, наша демократия не отличается от их демократии. В России, чтобы вы понимали, тоже не коммунизм сейчас, а просто чуть-чуть иная форма демократии. Такая же иная, как в Англии, она немного другая. Во Франции немного другая. В Литве немного даже другая, чем от Латвии. Я не понимаю, почему вы тогда не живете в России. Ну, вернитесь в Россию, живите там, если там такая демократия. Вы ошибаетесь, я никогда не был в России вообще. И мне возвращаться некуда. Я у себя дома. Это вы вернитесь в себе, а я у себя на месте. Хорошо. Спасибо вам. Да, ну вот такой комментарий. Да, ну, наш радиостыщик, действительно, многие русские, они здесь родились, я сам здесь родился. И это моя родина, и мои предки здесь, например, со староверов, уже 300 лет. И когда, кстати, это такой популярный аргумент, уезжайте в Россию и там посмотрите. Ну, местные русские, многие здесь... Нет, нет, я не хотела никого обидеть, извините. Просто очень часто мы встречаем тоже в той же Голландии там русских, именно приехавших русских, таких как я, которые начинают говорить о том, как в России, лучше то, лучше это. Я тогда не понимаю, почему они уехали. Так что я не хотела конкретно этого человека и вас никого обидеть. Просто говорить о демократии в России, не живя там, ну, не знаю, ну, попробуйте, попробуйте там выйти с каким-то плакатом, я не знаю, увидите там с одиночным пикетом. Ну, это же факт, что всех этих ребят посадили сейчас, это же не я придумала, почему нужно этому возражать. На ваш взгляд, почему столько людей поддерживает Владимира Путина, можно говорить о том, что есть фальсификация на выборах, но тем не менее все социологи и оппозиционные, они считают, что все-таки Путин побеждает честно, в том смысле, что он получает большинство. Ну, во-первых, я в это все равно не верю, потому что я в России много езжу по стране, не просто в больших городах, и я вижу, что как люди на это реагируют на эту власть, а во-вторых, конечно, есть какая-то лень такая, что а вдруг будет еще хуже, а вдруг что-то изменится. Поэтому всегда такое существует, наверное, в любой стране, как бы пусть будет как есть. Мы приспособились к этой жизни. Лишь бы не было хуже. Лишь бы не было хуже, как лишь бы не было войны. Да. Ну, что ж, на этом мы сегодня закончим нашу программу. Гостям программы встретились, поговорили. Была голландский документалист Мария Новико, 24 октября Splendid Palace в рамках Art Dog Fest фильм «Дай мог» о чеченском хореографии и чеченском коллективе танцевальном. Так что посмотрите Мария Новикова, как раз режиссер этого фильма. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания.